Как правильно собрать ланчбокс для подростка или школьника, чтобы обеспечить ему правильное питание вне дома? Это очень важно! Полное развитие организма ребенка достигает чаще всего после окончания школы, примерно в 20-25 лет. И чем раньше будет обеспечено ему правильное питание, тем лучше. И просмотрев это видео до конца, вы узнаете, кто в большей мере заинтересован в правильном питании детей в школе. Какие два основных варианта содержимого ланчбокса должны быть у каждого школьника. А также, как все-таки объединить правильное питание и поддержание водного баланса у школьника. Сложно сказать, кто в большей мере заинтересован в правильном питании детей в школе. Казалось бы, на первый взгляд, самые заинтересованные в этом вопросе родители Папа и мамы, а также бабушки и дедушки У них, безусловно, будет больше свободного времени, если подрастающее поколение будет расти более здоровым Однако, не менее заинтересованные в этом вопросе учителя Ведь правильное питание влияет на оценки Которые учитель ставит не подростку, не школьнику Он ставит самому себе за умение научить другого И учитель очень заинтересован в этом вопросе На мой взгляд, не менее заинтересованное лицо, которое немножко дистанцируется от этого вопроса Собственное государство Ему ведь нужны, в принципе, работоспособные члены общества, а не больные и инвалиды Хотя, так как стоит вопрос питания детей в школе Создается впечатление, что это не самая главная задача А в чем состоит основное отличие между подростками и взрослыми людьми? У детей и подростков значительно активнее происходит обмен веществ И чем младше школьник, тем более активный обмен веществ у него происходит А это значит, что большие перерывы в приемах пищи на здоровье детей Оказывают в большей мере негативное влияние, чем на здоровье взрослых Просто полученные за предыдущий прием пищи полезные вещества У ребенка расходуются значительно быстрее, чем у взрослого человека И голод на уровне клеток возникает раньше А ведь ребенку нужно не просто поддерживать активный обмен веществ Но еще и успевать строить новые клетки, то есть расти Из воздуха и воды все нужные компоненты не взять Поэтому ребенку между основным приемом пищи очень нужны перекусы Для которых перемена самое лучшее время При правильном использовании перемены формируется пищевой рефлекс на время Фактически можно сформировать ребенку правильный режим питания В котором пищеварительная система работает не просто эффективнее Она великолепно формируется, она тренируется И такой ребенок и в будущем будет более здоровым Если безусловно будет это поддерживать в дальнейшем С нашей с вами помощью Какие два основных варианта содержимого для ланчбокса Должны быть у каждого школьника Они должны учитывать особенности труда школьника Как в школе, так и вне школы Учебный день школьника сегодня Это достаточно интенсивный интеллектуальный труд На фоне длительной гиподинамии С периодическими всплесками высокой активности На переменах и отдельных уроках При этом полноценный прием пищи Чаще всего это завтрак до учебы И ужин после их окончания Задача ланчбокса Перекрыть вот это время в школе Эти несколько часов активности Которую вы не очень можете контролировать Но можете обеспечить содержимым ланчбокса Так каким же должен быть этот перекус в школе? Что выбрать на перекус в школе? Перекус для школьника должен быть в первую очередь питателем Содержать полноценные белки Ведь это не только строительный материал для клеток Но это носитель, на котором записывается основная информация Память это запись на белках определенной информации И вместе с тем перекус должен оптимально быстро перевариваться Ведь продукты пищеварения нужны не в кишечнике А в работающих клетках Перекус для школьника обязательно должен быть натуральным И вместе с тем не должен быстро испортиться Сегодня часто продукты питания Снабжают различными консервантами Которые позволяют хранить их при комнатной температуре Достаточно длительное время Некоторые практически бессмертны Однако видимое удобство Это негатив для ребенка Консерванты нарушают переварение этих продуктов питания И их соответственно усвоение Перекус для школьника должен содержать достаточное количество воды Ребенку и подростку сложнее поддерживать водный баланс И вместе с тем перекус должен быть удобен в употреблении Не должен делать портфель ребенка и подростка слишком тяжелым Перекус должен оптимально быстро перевариваться Как правило этому условию удовлетворяют жиры и углеводы И вместе с тем не должен способствовать развитию ожирения Он должен относительно медленно усваиваться Поэтому школьнику необходимо подозвать два вида перекусов Один должен содержать в основном сложные и простые углеводы На мой взгляд А другой продукты со значительным содержанием белка Жиры также должны быть Но не как основной компонент Во втором этом белковом перекусе Первый углеводистый перекус Обеспечивает школьника энергией на ближайшее время На ближайший урок А второй белковый перекус Может обеспечить энергией на 2-3 урока сразу Собственно перекус не может содержать много воды В водной среде прекрасно развиваются различные микроорганизмы А портфель школьника мало напоминает холодильник Ну разве что это будут упакованные кисломолочные продукты Типа йогурт, кефир, простокваша Усиленное развитие микробов которых Дополнительная польза для вашего ребенка Что лучше выбрать на углеводистый перекус Это могут быть сладкие фрукты Банан, абрикос Предварительно запаренные сухофрукты Изюм, курага, финик Также могут быть кондитерские изделия Зефир, мармелад Галетное либо домашнее печенье Почему не стоит использовать киви, яблоки, цитрусовые Они ведь тоже доступны Но они вместо перекуса Могут стать аперитивом И на уроке ребенок Вместо усвоения знаний Будет думать о поглощении пищи Или способствовать обострению гастрита Язвенной болезни Что тоже у детей сегодня не редкость Что лучше выбрать на белковый перекус Ну это могут быть отварные Белая рыба, белое мясо, птица, омлет, запеканка Также семена кунжута Очищенные семена подсолнуха, тыквы Ядра грецких орехов Это также полноценная комбинация До приема пищи Специи и пряности по вкусу Углеводистый компонент В этом приеме пищи То есть в белковом перекусе Также должен быть Это может быть и кусок хлеба банальный И печенье И сочные фрукты Углеводистый компонент переварится быстрее А белковый на более продолжительное время Обеспечивает наполнение крови ребенка Полезными веществами Как объединить правильное питание И поддержание водного баланса у школьника Вода ребенку нужна Потребность в воде у подростка Примерно в два раза выше, чем у взрослого И если на перемене ребенок не кушает То может пить просто чистую воду А в ином случае Когда на перемене предполагается перекус Ребенку нужны сок, компот, узвар А не просто вода Или все те же яблоки, киви, цитрусовые С их помощью не только легко поддерживается водный баланс Они достаточно сочны Но одновременно улучшается работа пищеварительной системы Чему способствуют содержащиеся в них органические кислоты А также лучше идет очищение организма ребенка Что тоже немаловажно Обязательное условие Которое может все ваши усилия Обеспечить правильное питание ребенку в школе Свести на нет Содержимое ланчбокса не должно контактировать с руками ребенка Неизвестно что лучше Мыть руки ребенку перед едой Или не мыть руки перед едой в школе Если вы не можете контролировать качество мытья рук Содержимое ланчбокса должно быть таким Чтобы ребенок мог есть его Вне зависимости от частоты своих рук Поэтому либо компоненты заворачиваются в одноразовую пленку Либо вы снабжаете вилкой, ложкой С помощью которых ребенок и будет есть Непосредственно не контактируя С используемым продуктом питания Протирать руки влажными салфетками тоже выход Однако насколько чистыми станут руки ребенка после их применения Мне сложно сказать Все зависит от того Насколько он правильно это будет делать И насколько грязными исходно были его руки А пока вы перевариваете полученную информацию Чем все-таки лучше наполнить ланчбокс для ребенка в школу Чтобы ваши усилия принесли школьнику реальную пользу по здоровью Я это видео буду заканчивать С привычным подписчиком моего канала словами Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения И пока я буду думать Какое видео написать в следующем Вы можете поставить на это видео лайк Отправить ссылку своим друзьям, знакомым, родственникам И до новых встреч на моем канале Субтитры сделал DimaTorzok